В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Дорогая земля! Дагестан в числе лидеров среди регионов России с самыми высокими ценами на даче. Вверх по лестнице в полной экипировке. Соревнования вертикальными вызов провели в Дербенте среди сотрудников МЧС. Готовимся к очередным соревнованиям. На территории Анжи-Арены проходит юношеский учебно-тренировочный сбор бойников. Дагестан в числе лидеров среди регионов России с самыми дорогими дачами. Об этом сообщают несколько федеральных и республиканских источников. Примерная стоимость загородной недвижимости в нашей республике составляет более 6,5 миллионов рублей. Таким образом, мы на втором месте в рейтинге субъектов по цене на такой тип жилья. На третьей позиции – Калининградская область со средним ценником в 6,5 миллионов. На первой – Московская область с рекордной цифрой в 7,2 миллиона рублей. Данные представлены за третий квартал этого года. Завершается капитальный ремонт и в Махачкалинской школе номер 42, названная в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Здание 1990 года постройки. Состоит из четырех корпусов и давно нуждалась в ремонте. Ход работ проверили городские власти. По словам представителей подрядной организации, здесь уже завершены кровельные и электромонтажные работы. Близятся к завершению работы в фойе школы. Обновлен фасад образовательного учреждения. Спортивные и актовые залы также преобразились. В ближайшие дни сразу несколько бригад приступят к малярным работам и укладке напольного покрытия. Отметим, что учебный процесс на время ремонта не прерывается и мэр Махачкалы лично посетил классы, где побеседовал с ребятами. Более 900 детей пойдут в обновленные детские сады до конца этого года. В Махачкале начата реализация республиканской программы по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений. На данный момент в ней участвуют три муниципальных детских сада номер 17, 37 и 69. В последнем работы уже ведутся в активном темпе. Этот садик был построен в 1981 году и до этого года в нем проводился только косметический ремонт. А в микрорайоне Редукторной скоро завершится строительство набережной. В настоящее время здесь активно ведутся монтажные работы по установке фонарей и урн. На стадии строительства находится футбольное поле, комната матери и ребенка, а также молебная. По периметру береговой линии будут сооружены несколько спортивных площадок. Волейбольная, баскетбольная, воркаут, тренажеры и возведена прогулочная зона. Для юных махачкаринцев обустраивают детскую игровую зону. По словам подрядчиков, при строительстве используются высококачественные материалы. Применены новые технологии, ранее не использованные в столице Дагестана. Ожидается, что данная локация будет пользоваться большой популярностью не только у местных жителей, но и гостей столицы. Работа на завершении. Устанавливаем свидетельные приборы. В основном это по дорожкам. По променаду уже почти завершено. Там три четверти уже установили. Вот вчера такой ветерный провод, люди работали, потому что хотим успеть в срок. Беговая дорожка, она у нас мягкая, ну на случай падения, чтобы она была не травмоопасная. Та сторона, она для велопрогулок, для самокатов и так далее. А эта, как раз таки, она прогулочная. Она у нас даже приносит пользу в том плане, что делает массаж ортопедический суставом. Отметим, что одновременно проводятся работы по благоустройству еще трех пляжей. Березки, Лунного берега и Центрального городского. Соревнования по подъему «Вертикальный вызов» провели в Дзербенте среди сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Каждый участник должен был преодолеть маршевую лестницу до крепости Нарын-Кала на скорость. Победит тот, кто сделает это быстрее всех. Наш корреспондент Салия Магомедова побывала на спортивном мероприятии и даже попыталась принять в нем участие. Ей слово. Подниматься по маршевой лестнице в обычной одежде на скорость уже не так уж и просто. А теперь представьте, каково это делать в экипировке, весом 15 килограммов. Участникам соревнований нужно преодолеть более 200 ступенек. И без того непростая задача осложняется тяжелой спецодеждой. Помимо куртки, штанов, пояса и шлема, на сотрудники МЧС, который решил проверить свои силы, дыхательный аппарат на сжатом воздухе с 7-литровым баллоном. Прийти к финишной прямой нужно максимум за 2 минуты. Победит тот, кто пройдет расстояние раньше всех. Время завершения восхождения фиксируется на экранном табло. Данные соревнования проводятся с целью популяризации профессии пожарного, здорового образа жизни, проведения спортивных мероприятий, согласно плану подготовки. Данный вид соревнований, он проводится в честь памяти нашего генерала армии, Евгения Николаевича Зиничева. Оно проводится уже второй год. Мы планируем проведение данных соревнований в последующую годность. Руководство главного управления МЧС по Дагестану к проведению спортивного мероприятия отнеслось со всей серьезностью. При необходимости помощь участникам окажут медицинские работники. Интересное зрелище притягивает к себе взгляды посетителей крепости на рынке Ла. Вот сегодня мы приехали посмотреть на крепость на рынке Ла и застали соревнования МЧС. Ребята с таким трудом поднимались, все по времени, проверяют, как они могут спасать потом людей. Объявили победителя и призеров на торжественном построении. Их наградили грамотами, медалями и памятными подарками. Переходной кубок и почетное первое место у мастера пожарного, который справился с заданием за рекордную минуту и 16 секунд. Поначалу, после того, как мы прибежали, все равно как-то бывает нагрузка. Так как мы немножко подготовлены уже к таким данным нагрузкам, так сказать, то как-то приходим в себя по-быстрому. Можно сказать, на характере уже финишная прямая у нас прошла. Так бы хотел поблагодарить руководство специализированной части, которое дает возможность заниматься, готовиться к таким соревнованиям. Всего в соревнованиях по скоростному подъему вертикальный вызов приняли участие 23 сотрудника пожарно-спасательных частей республики. Как отмечают в чрезвычайном ведомстве, именно такие тренировки помогают специалистам оттачивать свои профессиональные навыки. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Дербент. В последние дни месяца Рабио-Ля-Валь во многих регионах России проводятся мавлиды. Они собирают сотни мусульман, которые живут далеко от Дагестана. Представители муфтията республики организовали мероприятия практически во всех крупных городах Дальнего Востока, Сибири, Поволжья и не только. Накануне религиозные вечера прошли в Новосибирске и Калининграде. В Каспийске на территории Анжа-Арены проходит юношеский учебно-тренировочный сбор вольников. Спортсмены готовятся к всероссийскому турниру, который пройдет в следующие выходные. Подробности у Курбана Рагимова. Зарядка и две тренировки в день. В таком режиме проходит рабочий процесс на базе Анжа-Арены. В Каспийск съехались юноши из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Кызыл, Нальчик, Ростов-на-Дону. Совершенствовать свое мастерство и подготовиться к новому сезону в Дагестан приехали около ста борцов. Тренировочным процессом руководят наставники республиканской сборной Арсланбек Алиев и Гаджумурад Мутиев. Стал старшим тренером. Практически каждый год проводил аналогичные сборы и в Хаса-Юрте, и здесь, в Анжа-Арене. И привлекали большое количество детей, приезжих из зарубежных стран, местных ребят, разных регионов. Наша задача, конечно же, пропаганда борьбы здорового образа жизни, обмена опытом, укрепление дружеских связей. Здесь со всех регионов бывают, с разных стран общаются. 12-летний Георгий из Санкт-Петербурга приехал в Южную Республику во второй раз. Понимает, что условий для профессионального роста лучше, чем в этом регионе, ему сейчас не найти. Очень нравится. Мы живем в стадионе. Можно сказать, там такие классные комнаты. И зал. Вот. Шестиковерный зал. Это вообще классно. Первый раз в таком тренируюсь. А питание, проживание как? Питание вообще бомбовое, вкусное все. Вообще классно. Я, папа сказал мне, что если, ну, мне понравится, если тут так вот действительно все хорошо, то мы будем раза три в год сюда приезжать. Ну, в будущем, в лет 17-20 мы будем уже по части сюда приезжать. Как-нибудь летом еще будем приезжать туда, и даже не на 10 дней, а на месяц. И, ну, так тренироваться будем. В составах азиатских команд победители и медалисты мировых и континентальных первенств. Сейчас у них межсезонье, но по итогам сбора они все планируют побороться на открытом с российском турнире среди юношей Силач. Эти состязания с 20 по 22 октября здесь же в стенах спорткомплекса при Анжа-арене проведут во второй раз. Всего ожидается участие более 300 юных спортсменов. Я первый раз приехал в Дагестан, все хорошо, мне нравится тренировок, мне нравились. Расскажи о своей мечте в борьбе, в этом виде спорта, к чему ты идешь, к чему ты стремишься, как ты к этому идешь? Моя мечта – олимпийский чемпион, все дети хотят олимпийского чемпиона. И я знаю, Угриев, мне нравится, кому бороться. Я хочу таким олимпийским чемпионом. Один из самых звездных участников сбора – Магомед Расул Магомедов. Известный в борцовском сообществе по прозвищу «Маленький Силач из Кироваула», он тоже выступит на предстоящем турнире. Медалист первенства России проверит свои силы в новом весе – до 45 килограммов. Годом ранее он боролся на две категории ниже и победил с общим счетом 37-0. Пока таких главных стартов нет, но нужно сейчас готовиться на этих стартах, чтобы поздно тоже не было, чтобы мы готовы были. Ну, что я могу сказать, тяжело, очень нелегко бою. Здесь очень тяжело, но пока только ребята начали тренироваться, им пока тяжело. Но я думаю, в конце этих сборов уже все придут в оптимальной форме. Я думаю, все ребята, которые пришли сюда, они получат только пользу, если они будут как позже наработать. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.